Здравия желаю, товарищи зрители и подписчики канала, с вами снова Паша Примон на связи, и мы продолжаем обозрывать новинки патча Ля Руяль в Артандре. И сегодня у нас израильский полковой танк Магах 6Б Галь, который на момент записи видеоролика находится на боевом рейтинге 9.0. И он по сути является практически копией Магаха 6С, только у них отличается динамическая защита, которая используется на танке, и немножечко по-другому расположены дымовые гранаты. На полковой новинке у нас динамическая защита Блейзер, которая работает чуть хуже против кумулятивных снарядов по сравнению с Магахом 6С. Во всем остальном машины одинаковые, у нас то же самое орудие 105-мм на базе пушки Л7. В топе мы с вами стреляем достаточно хорошими ломиками М426, у которых 420 мм бронепробития с 500 метров, и их более чем достаточно для уничтожения абсолютно любого противника на любых боевых рейтингах, на которые мы с вами попадаем. Из стокового состояния, конечно, будем довольно тяжело выкачиваться, потому что в стоке у нас только кумулятивные снаряды имеются. Потом открываются ломики М111, на них уже попроще становится играть. На танке имеется тепловизор первого поколения, доступен он только у наводчика. В бой я вам советую брать немножечко кумулятивных снарядов, штуки 3 хотя бы для легкобронированных целей и разных зениток. Ну и ломики, разумеется, с основным боеприпасом вы будете использовать, и суммарно берите с собой не более 16 снарядов, потому что если вы возьмете больше, тогда боекомплект в первую очередь появится у вас в башне, из-за чего ваши ваншоты станут намного чаще. А так вы немножечко хотя бы себе увеличите живучесть. По углам вертикального наведения у нас тоже все неплохо, от минус 10 до плюс 20 градусов. Это значит, что мы можем с вами воевать от складов местности и холмов, а также неплохо поднимать орудия вверх. Разумеется, у нас есть двухплоскостной стабилизатор, но имейте в виду, что скорость вертикального наведения в орудии довольно посредственная, поэтому если вам надо его будет наводить на противника вверх или вниз, делайте это заранее. Также на машине есть лазерный дальномер, попрощающий стрельбу на больших дистанциях. Скорость порода башни у нас не сказать бы, что прям хорошая, где-то в районе 21 градусов в секунду на экспертах, и этого иногда будет вам не хватать, особенно в городских условиях. Перезарядка у нас просто классическая, 7,1 секунда на экспертах. Что же касается подвижности, то на этих боевых рейтингах она довольно посредственно ниже среднего. Максимальная скорость у нас 48 км в час, и мы её будем достигать далеко не всегда, в основном на твердых грунтах только. При этом задний ход у нас всего 8 км в час, что недостаточно для того, чтобы уйти из-под атаки противника в случае обстрела внезапного. Экипаж у нас 4 человека, они все очень близко друг к другу сидят, трое из них в башне, при этом рядом с ними находится плейкомплект в первую очередь. Поэтому если вам выстрелят в правую часть корпуса, то скорее всего это будет подрыв быка, а уничтожение экипажа проводится в левую часть корпуса. Также есть система дублированного управления огнём, поэтому если вам вынесут наводчика, не переживайте, в случае выживания командира он возьмёт наведение орудия на себя. А вот что касается бронирования машины, то тут всё, ребят, довольно печально. По сути мы с вами имеем М60, и на мой взгляд это и есть самая главная проблема всех магахов, потому что брони у нас по сути нет. Да, мы иногда можем пережить кумулятивные попадания, может даже птур, иногда хэши, но вот если по нам стреляют кинетикой, например ломиками, да, какими-нибудь, они нас прошивают практически насквозь. Периодически магах позволяет вам танкануть 1-2 выстрела, если противник не очень аккуратный и стреляет не пойми куда, но не более того. Также у нас есть крупнокалиберный пулемёт, установленный над орудием. Он позволит вам воевать против лёгкобронированных машин и разных зениток. Но не сказать, что у него хорошие углы наведения, поэтому по низкотечным самолётам и вертолётам будет трудновато попадать. И переходя к геймплею, я могу сказать, что магах 6П Гальф не особо хорошо играется в городских условиях. На этих боевых рейтингах очень много противников, которые ездят намного быстрее и вертят намного быстрее башни. А ещё у нас есть огромное количество автопушек и птуровозок, которые магаха, к сожалению, очень легко разносит. Если вы, конечно, будете очень внимательны, то тогда вас будет тяжело застать врасплох. Но если вы не особо слушаете звуки, не смотрите на карту и не оглядываетесь, то вам может влететь в борта какая-нибудь БМП-шка вторая и просто разнести буквально за 2 секунды. Также неаккуратное выкатывание на противника тоже может привести к ваншоту, особенно если вы попадаете вниз списка. А это 10-0 на секундочку, а там всякие деривации катаются, которые в лоб нас километр пробивают, турмсы, челленджеры вторые и так далее. При этом нам самим необходимо будет выцеливать противника, особенно уязвимые места, такие как боекомплект и наводчики с командиром. Ну и, конечно же, казённая часть. А вот в топе списка, когда мы попадаем против боевых рейтингов, 8-3, 8-0, 8-7 и, в принципе, на своём БР-9-0, Магах себя чувствует, кстати говоря, не так уж и плохо. Правда, на средней и дальней дистанции. То есть используйте укрытие, цепьтесь противника лазера над дальномером, выискивайте его тепловизором и ведите огонь на дистанциях, там, вот, 800 метров и выше, если карта позволяет, конечно. В таком случае Магах раскрывается довольно неплохо. А против 8-0, 8-3 вы вообще можете идти, по сути, в раж, но обязательно с прикрытием союзников. Что же касается стоимости исследования, 440 тысяч полковых очков это довольно много. И для кого вообще будет Магах интересен? В первую очередь для тех, кто купил себе премиумную Меркаву, например, да, чтобы побыстрее прокачаться, либо Шоткальдолет. И в таком случае, если у вас не хватает сетапа, Магах вполне подойдёт для его расширения. Но вот качать его там в первую очередь из полковой техники я бы вам не советовал. Кстати, у меня как раз недавно выходил ролик, что качать из полковой. Обязательно гляньте, он достаточно полезный. В целом, Магах 6Б Гальд не особо-то и лёгкая машина, подаёт больше для скилловиков и просто для расширения израильского сетапа. Поэтому целенаправленно как-то его качать я бы, наверное, большинству не советовал. Я считаю, что он получился довольно средненький. Вроде орудие неплохое и снаряды хорошие, а живучести не хватает, да и подвижности в целом тоже. А это два очень серьёзных аргумента для игры на любой притоповой технике. Своим мнением по поводу новинки можете делиться в комментариях. Если ролик понравился, там лайки, подписки, сами знаете. Разные всякие интересные ссылки есть в описании. Закатите, ознакомьтесь, я буду очень рад. А с вами был Паша Фриман. Всем удачи, счастливо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok